всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим про т-42 танк который участвует в коллаборации картохи и сериала пацаны итак начнем наверное с апсёров потому что ну их предостаточно первый же апсер это то что с набором даже самым минимальным идет две команды членов экипажа команда пацаны и команда семерка и вот что самое интересное эти две команды они сразу обучены на т-42 то есть и одна команда и вторая команда они уже сразу обучены на этот танк выбранные каждому там кто командир кто не командир и так далее и это уже предполагает что вы выбираете команду садите на этот танчик и все и пользуйтесь а вторая на хрена а если я хочу ее на другой танк допустим посадить мне придется их всех переобучать с одного танка на другой почему нельзя было сделать выбор как это бывает когда ты в награду получаешь какого-то член экипажа ты сам выбираешь ему где быть почему так нельзя было сделать это же как бы коллаборация все должно быть красиво четко удобно приятно а так получается что нифига абсолютно нифига и второй экипаж валяется и пока ты бабки не потратишь он никуда не переобучиться и это неприятно что он там где-то валяется и не используется также если вдруг мне какой-то чел не нравится в одной из команд и я хотел бы его поменять на чела из другой команды наверное картошка вообще до такого не догадывалась то нет опять же придется самому все за бабки переобучать а в честь чего и почему я не могу сам выбрать кому где сидеть в каком танке и вообще может быть я свою команду хочу из двух собрать вообще но я должен их как-то там менять за свои деньги картошка же об этом не побеспокоилась вообще и это неприятно следующее и наверное самый жесткий абсер этого танка в том что он не играбельный на бэбэшках вот вообще не играбельный во первых бб снаряд медленно летит крайне медленно им в едущий танк по упреждению вдаль вообще неприятно стрелять он тайв стоячий танк летит снаряд очень ужасно а в едущий вообще нереально попасть потому что снаряд навесом улетает черти куда но при этом голдовый снаряд летит очень быстро и имеет пробитие в разы больше ббшкой 190 а голдой 268 офигенная разница и получается что танк чисто под голду заточен на ббшках вообще нечего делать на этом танке в бою потому что когда ты играешь на бб даже против шестерок то ты уже не такой эффективный причем в разы это полная жесть прием танк на котором ты ну вряд ли по фармишь он просто создан для того чтобы играть чисто на фулл голде единственное что хорошего есть в наборе это то что с 3d стилем в довесок идет еще два набора камуфляжиков и эти камуфляжи уже можно вешать куда угодно они только на этот танк 3d стиль понятно дело подходит только под этот танк а два камуфляжа которые идут еще в наборе их уже можно на любой танчик намазюкивать это хорошо хоть здесь не обосрались как с экипажем и в целом что хочется сказать по танку он крайний не какущий у него стояла планка трех отметок 3300 и она за пару дней уже упала до 2 900 там с хвостиком у этого танка планка просто на три отметки прям каждый день сыпется вниз он скоро будет приближаться каким-нибудь мусорком устаревшим а он только вышел он только появился и уже покатился куда-то в задницу он крайне неприятные в использовании в любой ситуации танкуешь бортом у тебя спереди скосы 80 миллиметров не дают тебе это делать удобно чуть-чуть перекрутил борт пробили баки танк загорелся стрельнули в жопу загорелся двигатель стрельнули в нлд сломалась боеукладка танк здоровенные маскировки нет башня бронированная но она как слоеный торт в одном месте брони много в другом ее не очень ну и ватный лючок прилагается в целом танк вышел с говнинкой причем не с такой как на лисе на лисе то можно было просто научиться а здесь и отметка показывает что никто что-то не научился и отметка посыпалась вниз до играя на нем уже 77 боев я понимаю что танк ну просто ужасный и под фарм он не подходит и даже играя на голде он неприятный с вами был варчик играть красиво всем пока и и Продолжение следует...